Тяжело больного пациента нужно менять, положение менять через каждые два часа. Если мы здоровые люди, можем даже проспать всю ночь на одном боку, не поворачиваясь, у нас ничего не будет. Пациентам могут образоваться за два часа уже пролежней, поэтому пациентов поворачиваем. В Искатинском медицинском колледже открылись курсы сиделок. Первые слушатели – специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения «Вера». Обучение для них организовал Центр занятости населения. Подыскал учебное заведение, оплатил курсы и, пожалуйста, получай новую квалификацию и сертификат. Если у тебя есть документы, ты уже можешь спокойно предлагать свои услуги кому-то и что-то. Если сейчас это сложно, мы как бы боимся работать с человеком, если у нас нет ни науков, ни знаний этих. Это опасно достаточно, так ведь? Социальным работникам рано или поздно приходится сталкиваться с тяжелобольными людьми, поэтому нужно знать особенности ухода, как правильно разговаривать с пациентом, соблюдать гигиену, кормить в постели, следить за жизненно важными функциями. В нашей работе пациенты бывают разные, что бабушки бывают и ходячие, и не ходячие. Вот как у меня бабушки 1,91 будет уже всякая, из-за этого я думаю, чтобы можно было какую-то оказать помощь. На курсах можно отточить мастерство, все наглядно, а главное, есть право на ошибку. Вреда манекену не будет, а преподаватель подскажет, что не так. И вот эта рука тоже лежит на подушке. Это сколько подушек? Да, да, очень много всяких этих валиков. Правда, это такие благодарные студенты, слушатели, просто которым хочется вот давать и давать, и они как губка впитывают. Вот эта программа очень замечательная, потому что действительно возраст пенсионный увеличили, и как бы люди становятся, вот чувствуют себя неполноценными. А вот эта программа даст как раз людям возможность работать. В рамках этой программы про те обучения могут и неработающие граждане при пенсионном возрасте. Если, допустим, это гражданин, который в данный момент находится в поиске работы, не работает, ему также будет оплачено само обучение, плюс будет выплачиваться стипендия в размере 13,5 тысяч рублей в месяц. Обратиться можно в центр занятости лично, либо позвонить по телефону 2-98-08. На сегодняшний день в рамках программы получает образование 23 предпенсионера. Кроме сиделки, обучение проводится по таким профессиям, как менеджер, бухгалтер, парикмахер, а это следствия, сантехник, следствия Кипа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова